Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Вы смотрите передачу о мелочах из жизни. Унылая пора, а чей очарование? Приятно мне твоя прощальная краса. Но вместе с осенью к нам, как правило, приходит и осенняя хандра. Это тема нашей сегодняшней передачи. И в этом нам помогут Мария Абанина, врач-дерматолог-косметолог, а также Светлана Губкина, клинический социальный психолог. Первый вопрос, Светлана, у меня, наверное, будет к вам. Существует ли такое понятие, как осенняя хандра у вас? Да. Такое понятие действительно есть. Оно, конечно, не настолько научное, как близкие к нему понятия, вроде депрессии, дистемии и так далее. Но оно действительно есть, есть характерные признаки для этого. То есть это не выдумки обычных людей, лентяев? Нет, нет, конечно. То есть для этого есть и объективные обоснования. То есть действительно то, что происходит в это время года и в природе, и с организмом человека, это все влияет на его психику. То есть с синдромами осенней хандры к вам реально приходят на прием? Да. Не все, конечно, они уходят с приема именно с осенней хандрой, но это, я думаю, что отдельная тема, как различить осеннюю хандру от серьезных заболеваний. Вот мы как раз вернемся потом к этому вопросу. Мария, а в косметологии тоже существует это понятие? Естественно, поддержу абсолютно свою коллегу. Все дело в том, что в природе действительно все угасает. Опадает листва, желтеет, и также процессы в организме человека по циркадным ритмам становятся более замедленными, более вялыми, и люди начинают быть недовольны собой. И это еще раз усугубляет, да? То, что в принципе предусмотрено природой. И каждый человек, когда мы смотрим на себя утром в зеркало, он говорит, а я была лучше, хочу, чтобы было по-другому. Естественно, это хандра. Поэтому мы в косметологии разрабатываем специальные программы, хоть мы их и не называем этим словом, не привлекая лишний раз к этому вниманию, но обычно это идет реабилитация после солнышка. Нужно четко понимать, все летом мы испытываем повышенные эмоции, мы ждем отпуска, мы к ним готовимся, мы суетимся. Прошел отпуск, выдохнули, мы устали от отпуска. И это опять-таки подтверждение психологическое этому есть, да? У нас были какие-то обманутые ожидания, я думал, что я успею вот это, вот это, вот это, вот это, а я успел только вот это. И мы опять расстроились. И, естественно, солнышко, как вредоносный фактор для лица, конечно же, тоже оставляет свой отпечаток, поэтому мы помогаем справляться с осенней хандрой на лице. Светлана, а вот как же отличить человеку обычную осеннюю хандру от что-то серьезного? Как, что является нормой, а что уже нет и требует помощи специалисты? Я начну, наверное, даже немножко, не сразу отвечая на ваш вопрос. Существуют действительно нормы, по которым ориентируются и врачи-психотерапевты, и клинические психологи, психологи-консультанты, чтобы понять зону своей работы. И, соответственно, если это уже не моя зона, отправлять к специалисту дальше, например, к врачам. О чем я конкретно говорю? Помимо осенней хандры, осенью, как, скажем так, заболевания, подверженные сезонности, это весна-осень как раз таки, начинают возникать в том числе и психические заболевания, обостряются уже существующие или начинается так называемый дебют заболевания, то есть первое его проявление, скажем так. И осеннюю хандру довольно часто можно перепутать с клинической депрессией и невротической депрессией, так называемой, или дистемией. Но это все, скажем так, сложные научные термины. И, соответственно, как отличить? Для этого всего есть критерии и, опять же, есть сроки. То есть осенняя хандра имеет три ярко выраженных признака. Сниженный эмоциональный фон, упадок сил, сонливость, то есть когда вам грустно, вроде бы ничего не хочется, нет уже такого всплеска сил, как летом, нет такой активности и хочется вообще, что называется, зарыться в одеяло, поспать и пропустить эту осень, дожить уже сразу до следующей весны, то есть уйти в такую спячку. И на самом-то деле осенняя хандра, она не ограничивает нас по большей части ни в чем. Да, нам грустно, нам может быть скучно, нам может быть хочется лишний раз поспать, и вообще мир не очень-то радует, скажем так. Но это не мешает нам осуществлять нашу ежедневную рутину, что называется, нашу деятельность. При других проблемах уже более, скажем так, сложного профиля, то, о чем я говорила, депрессия и круг депрессии, это уже другие признаки. Это нарушение сна, нарушение аппетита, то есть вам хочется бесконтрольно либо потреблять пищу, либо аппетита вообще нету, то есть это не просто, что я пропускаю какой-то там прием пищи, потому что мне некогда или не очень хочется. Это действительно очень резкое снижение аппетита. Это моторная заторможенность, то есть человек практически перестает двигаться, и все его движения, они как будто замедлены. И когнитивные проблемы, то есть проблемы с нашими умственными способностями, вниманием, то есть нам тяжело сосредоточить внимание. И есть такое ощущение, то есть многие клиенты, когда приходят, они говорят о том, что у меня такое ощущение, как будто я тупею потихоньку. То есть то, что я раньше умела, у меня не получается. Я не могу сосредоточиться, я не могу решить какие-то простые задачи, скажем так, которые ставятся передо мной. И это все начинает ухудшаться, и для этого нужно не менее двух недель. То есть если это длится две недели и не улучшать состояние, то это повод обратиться к врачу. А временной промежуток получается какой? Вот эти две недели. Но это может продлиться с сентября по декабрь или по ноябрь? Обычно в какой? Здесь я имею в виду, что это может начаться, когда, например, у нас ухудшается погода, если это действительно осенний хондра, то здесь симптомы очень четко привязаны к погоде, скажем так. Как только начинается угасание природы, становится меньше красок, становится прохладнее, идет так называемая акклиматизация, если хотите. То есть мы привыкаем к тому, что нет уже этого быстро красок, все смазано, нет четких очертаний, мы к этому в целом привыкаем. Если ваши симптомы, что называется, вообще не связаны с погодой, скажем так, наступает бабье лето, так называемое, но наше состояние еще больше ухудшается, это скорее уже не осенняя хондра. В любом случае, если вот это все длится более двух недель и организм сам не справляется, то это уже повод, чтобы... Обратиться к специалисту. И кому это нужно, к психологу? Нужно к психологу. И если это действительно не депрессия как таковая, а просто сниженный эмоциональный фон, связанный с другими какими-то проблемами, то специалист порекомендует какие-то формы работы, работы самостоятельной или со специалистом. Если это действительно более серьезные проблемы, как правило, что так и должно быть, психолог отправляет к врачу-психотерапевту или психиатру, потому что даже если это не клиническая депрессия, но какой-то, скажем так, недостаток каких-то веществ в организме может обуславливать появление этого состояния. И здесь уже только врач может сказать, что именно нужно будет делать. Мария, а с какими симптомами к вам обычно обращаются осенью? Каких людей вы включаете в список тех, кто хандрит сейчас? Ну, во-первых, это завышенное требование к себе. То есть вот человек посчитал, что он отдохнул, они приходят, они четко проговаривают. Мы всегда говорим, в медицине главное услышать человека и не мешать ему высказаться. Он приходит и говорит, вы знаете, моя самая, не могу понять почему. Я прекрасно отдохнул, провел лето, был на море, покупался, но сейчас я чувствую, что я не только некрасив снаружи, то есть это мы говорим о внешности, но я еще не удовлетворен собой внутри. Вот это определенное чувство действительно апатии не радует. Краски действительно угасают, и человека ничего не радует. И здесь мы сразу четко начинаем проговаривать. Честно скажу, мы действительно очень много работаем с психотерапевтическим профилем косметологии, если даже вот только говорить не об осенней хандре. Потому что действительно современная урбанизация, общество, постоянные социальные контакты, огромная информативная база, они все равно давлеют над нами. И мы не в состоянии восстановиться. И вот именно вот это ощущение, я отдыхал, но не восстановился, люди с удовольствием списывают на осеннюю хандру. И очень сложно достаточно до пациентов донести, что, к сожалению, ваш организм не успел отдохнуть. Честно, приходится признавать, что мы уезжаем в отпуск в торопях. Мы не умеем готовиться к нашему отпуску. Мы отработали в тейтноте, ускакали на неделю, прискакали, что-то дома сделали и снова в тейтноте вышли работать. О чем это говорит? Он говорит, ну например, я был, загорал, мой витамин D должен зашкаливать. Да не будет он никогда зашкаливать, потому что витамин D и его производство устроено так, что первые 15 минут пребывания на солнце он вырабатывается. В последующем он только расходуется. И вы, возвращаясь, приезжаете даже с дефицитом витамина D. Это элементарно. Например, один показатель. Если мы берем любой, например, омега-индекс, он тоже страдает после инсоляции. Питаясь, да, кажется, что мы добираем какой-то определенный нутрицифтический компонент за счет ягод, за счет, опять-таки, сочности наших фруктов и овощей. Но по современным разработкам ран питания, к сожалению, пищевая ценность продуктов снижена. И у нас приходит пациент, который опустошен внешне, потому что он не отдохнул, опустошен внутренне, потому что он не добрал. И вот это понимание, что нутрицифтическая поддержка есть, сейчас говорю о витаминах и о БАДах, то, на чем сейчас жиждится современная медицина в принципе. То есть прежде, чем организм лечить, мы его должны восстановить, привести к норме. И только на этом фоне он будет правильно реагировать на все предложенное лечение. У меня как раз следующий вопрос. Можно ли вообще избежать осенней хандры? Может быть, существует какое-то обследование организма? Какие-то анализы? К осенней хандре нужно относиться четко дозированно. То есть еще раз. Организм чисто эволюционно. За миллионы лет развития человечества мы пришли к тому, что мы должны вступить в зимнюю пору со сниженным метаболизмом. Что такое сниженный метаболизм? Хочу укрыться, мне слегка прохладно. Хочу покушать уже не ягодку, а что-нибудь такое тепленькое внутрь. Это метаболический процесс. То есть организм уходит в спячку. Но современные условия не позволяют ему грамотно уйти в энергосбережение. И вот это расхождение того, что с одной стороны организм готов отдохнуть и уйти в лайт, вдруг социум требует, 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 и вот люди опять в хандру. Избежать, конечно, можно двумя видами. Либо продолжить работать еще больше, загнать себя еще глубже, либо просто премидитивно понимая, что с организмом происходит, поддержать его. Вот это грамотная поддержка, прежде всего это диагностика. То есть первый шаг для пациента это осознание того, что ему что-то не так. Это меня поддержит Светлана тоже. То есть человек должен прийти и озвучить проблему. Человек должен быть готов к тому, что нужно обследоваться. То есть, конечно, хорошо списать все на осеннюю хандру, но мы понимаем, что под ней скрывается огромный пласт не только психологических дискомфортов, но и простых соматических заболеваний. Опять, в рамках того, что идет общее снижение определенных функций организма, мы можем получить самые неприятные истории обострения хронических заболеваний, которые типично протекают в осенний и весенний период. Поэтому нельзя закрывать на это глаза. Лучше лишний раз прийти, спросить и посмотреть на себя с большим вниманием, нежели потом исправлять то, что как комок копится, копится, и потом вдруг выходит в такой весенний авитаминоз. Об этом мы обязательно поговорим, да? Только весной. Мария Александровна, получается, если не вскрываются какие-то хронические заболевания, вдруг, то есть все равно какие тогда анализы нужно сдать? Анализы вот обычно, если сейчас, как я говорю, все очень обучены, изучены, с удовольствием общаются с интернетом, все прекрасно понимают, что существуют определенные компоненты, которые мы вынуждены в настоящее время компенсировать ежедневно. Это витамин D, это уровень витамина В12, это ферритин, понимание железа, это омега-индекс. То есть вот я всегда, когда пациент ко мне приходит и на долговременную программу, и если он ко мне попадает, может, я не по профилю, но уровень витамина D, D12, ферритин и омега, это то, что каждый современный человек должен абсолютно четко знать, каков уровень и как помочь организму справиться с его недостатками. Вот так. Хорошо, спасибо. А вот подскажите, вот человек понимает, что да, у него есть признаки этой осенней хандры, есть какие-то проблемы, и получается дальше как бороться, как обычно это все происходит? Вот это лечение, можно так сказать, это длительный процесс или все индивидуально? Ну, на самом деле, лечение как таковом, если это осенняя хандра, я имею в виду в русле психологическом, не предполагается, и меня смущает даже само слово «бороться», потому что вот чего делать действительно не стоит с хандрой, это вообще бороться. Нужно просто подружиться с ней, правильно? В большом счету да. Здесь я тоже склонна согласиться с коллегой по поводу того, что хандра всегда о чем-то говорит. То есть человек, который длительное время находится в хандре, дело здесь, скорее всего, опять же, не в погоде. И, может быть, это, конечно, не более серьезная проблема, с которой нужно обратиться к врачу, но здесь могут быть привязаны действительно уже какие-то психологические проблемы. Поэтому, во-первых, если мы будем бороться с признаками хандры, может оказаться, что это не признаки хандры, просто они... Мы будем заглушать что-то другое, очень важное. Тогда получается, что мы игнорируем более глубокие проблемы, связанные с психикой человека. И здесь я не говорю о том, что через какое-то время, если человек это все в себе подавляет, ему потом придется обращаться к психиатру, но ждать, что само собой это пройдет, ну, как бы это немного глупо, ничего не пройдет само собой. И здесь нужно просто понимать, во-первых, понимать, что происходит, во-вторых, действительно понять для себя, могу ли я справиться с этим сам, поддержать себя, либо мне действительно уже нужна помощь специалиста, и какой это должен быть специалист. И в зависимости от этого уже действовать. Если принимается решение, что, в принципе, я не настолько в тяжелом состоянии, чтобы обращаться к врачу, то можно прибегать к каким-то приемам самостоятельной работы с собой. Вот, Светлана, а есть ли какие-то вот такие психологические приемы? Может быть, что-то проговорить? Или есть вот какие-то... Чем могут сейчас наши зрители воспользоваться? Что-нибудь такое простое? Простое. Аутотренинг, опять же, поможет, если действительно под этим никаких проблем нет. Если повторять постоянно одни и те же фразы и надеяться на то, что когда-нибудь моя жизнь улучшится, такого, к сожалению или к счастью, не произойдет. Ну, а просто вот для поднятия настроения, чтобы немножечко начать свой день с позитива? Здесь, скорее, я больше не про речь и самовнушение как таковое. Это, по сути, к чему предрасполагает нас появление осетних Андрея. К тому, что мы в большинстве своем, то есть я это знаю и по своим клиентам, и по исследованиям, отвыкли от такой вещи, как забота о себе. Кто-то отвык, а кто-то вообще никогда не знал, что значит заботиться о себе, что это за режим заботы о себе такой. И чаще всего люди, как принято, скажем так, у них игнорируют этот режим. Это, по сути, комплекс мер, которые мы можем применить по отношению к себе, чтобы себя поддержать. Что в него входит? Что-то, это, во-первых, сон. Сколько должен человек? Ну, не менее 7-8 часов. Но здесь в зависимости от того, действительно, какой режим сна у человека. Для кого-то 7 часов это будет недосып, нужно больше, там, 9, например, часов. А для кого-то это будет уже даже лишнего, скажем так. Здесь нужно ориентироваться на свой режим сна. Во-вторых, это сделать что-то приятное себе, но на уровне телесных ощущений. То есть создать себе что-то уютное, что-то теплое вокруг себя, какую-то атмосферу. Чтобы это даже было физическое тепло, если на улице прохладно, действительно. Тут даже можно вспомнить, насколько уютными нам кажутся картины, когда мы смотрим, нарисован, допустим, комната. Там за окном дождь, снег, вьюга. А человек в этой комнате сидит у камина. А дома тепло и уютно. Да, около камина, с кружкой чая. И обернулся еще там одеялом. Да, ему уютно, действительно. И здесь может даже помочь психология цвета как таковая. То есть желательно использовать цвета, которые либо тонизируют, либо согревают. Например, если вам нужно быть в тонусе с утра, то здесь лучше воспользоваться цветами, которые тонизируют. Это какие цвета? Это зеленый, это оттенки красного, оранжевый. Ну, в принципе, вот такие. Желтые, может быть. Цвета, которые успокаивают, придают энергию, сохраняют энергию, это оттенки коричневого. Здесь как бы интуитивно даже связаны они с землей. Наверное, поэтому многие девочки именно осенью любят носить темные коричневые помады. Неспроста это все, да? Но вполне возможно. Даже в бьюти в мире. Да, и здесь вы тоже как раз верно подметили. Можно заметить, как цвет в одежде в зависимости от сезона у людей меняется. Летом мы носим яркие и сочные цвета, допустим, ближе к зиме, осенью, в начале самой весны, когда все еще прохладно. Мы все-таки склонны интуитивно выбирать одежду более теплых и глубоких оттенков. А черный это депрессивный цвет? Депрессивный это, ну скажем так, не то чтобы это депрессивный. Здесь нужно в зависимости от самого человека смотреть, почему он выбирает черный цвет. Не всегда это депрессивный. А какие цвета в одежде тогда лучше носить? Вот для тех, у кого есть вот как раз снижена вот эта энергия, нет настроения. Я бы порекомендовала дома по возможности окружать себя вот как раз коричневыми теплыми оттенками. А если нужно сохранить энергию, то здесь поможет серый цвет. То есть, но не металлический такой серый блестящий, такой может быть матовый. Это немножко похоже, конечно, на эзотерику, скорее всего, то что я говорю, но это действительно научные исследования. Они проводились в институте психологии РАН. Светлана, не такой, как у вас вот сейчас примерно? Вот этот серый? Да, можно такой серый, можно потемнее серый. Помимо этих мер, что еще? Активность. Но здесь нужно грамотно распределять эту форму активности. Понимать, что организм не просто так начинает снижать свою активность. Это действительно связано с физиологическими показателями. Но чтобы совсем не уснуть, потому что мир от нас требует все-таки какой-то энергии, каких-то действий, можно повышать грамотно дозированную активность. Но это должно быть желательно по расписанию, чтобы не было такого, что организм не понимает, что происходит. Психика не понимает, что происходит. Сегодня я что-то делаю, завтра не делаю. То есть это утренние зарядки, либо походы в фитнес-клубы. Да, там три раза в неделю или два раза в неделю, да хотя бы раз в неделю уже хорошо. Ходьба на улице, пробежка. Да, причем не обязательно там упахиваться, скажем, до изнеможения. Все в миру. Капли пота, да. То есть это должно приносить удовольствие. Это же не ради снижения веса, например, или наращивания мышц. Это для того, чтобы поддержать свою активность. Чтобы держать в тонусе. Ну и, соответственно, пища. Может быть, для кого-то нужна будет отдельная диета, для кого-то нужно, возможно, будет добавление витаминов и другие группы веществ. И, соответственно, забота о своем психическом состоянии. То есть здесь важно понимание, что сниженный эмоциональный фон, он появляется и по объективным причинам, но может и примешиваться и естественные, скажем так, особенности человека, его психические и психологические особенности. Кто-то, в принципе, предрасположен к сниженному фону настроения, гипотемии. Кто-то, скажем так, достаточно эмотивный человек и его любое, скажем так, взаимодействие с людьми, которое для него не очень хорошо закончилось, оно может вывести из равновесия. То есть кто-то, ну, пожмет плечами и скажет, ну ладно, не получилось, ладно, я погрустил пять минут и все, он уже забыл об этом. А кто-то будет действительно как жвачку этого, долго жевать, переживать и успокаиваться. Мария, вот скажите тогда нам поподробнее, а что же тогда нам кушать осенью, чтобы, возможно, помочь нашему организму? Что кушать? Есть ли, может быть, такой продукт, который вот ты скушал и у тебя сразу же как-то организм начинает работать по-другому? Вот не знаю, как насчет кушать, но то, что я уже захотела к камину, это сто процентов и прекрасно. Да, я так ярко рисовала. Я все, я уже погрузилась, я уже поняла, что зарядка, наш друг, все. Ну, здесь абсолютно еще раз, прям прекрасно, пить это со Светланой, естественно, мы смотрим только на себя внутрь. Естественно, что если у нас есть особенности свои, соматические, мы не нагружаем те системы, которые у нас слабые, да. Конечно, хочется уже солененькое, перчоненькое, но если человек имеет проблемы, там, например, с желчеводящим путями смочеполовой системой, это не его продукт. И даже если у тебя тянется рука к огурчику, ты его съешь, но не весь, а только хвостик, как мы говорим, да. Если мы говорим серьезней просто о питании, да, конечно, с учетом того, что опять возвращаясь и повторяясь, снижается метаболизм, мы не можем сильно нагружать организм. Мы не можем на ночь съесть борщ с пампушками, потому что у нас и так все в стагнации, и мы еще заставим это, ну, скажем так, нагрузиться, и вы проснетесь абсолютно не отдохнувшим, потому что ваши внутренние системы ночью трудились, работали, и вы просыпаетесь абсолютно невосстановившимся, абсолютно апатичным и уже уставшими, когда вы еще не начали работать. Опять, начиная с элементарных, питьевой режим наш друг всегда, и не только летом, если летом мы научились, жарко, мы должны продолжить грамотный питьевой режим с входом в осенне-зимний период. Конечно же, опять поддержка нутрицептическая, это витамины различные, они подбираются индивидуально, можно в мультикомплексах, пожалуйста, но только делайте это обязательно, потому что еще раз, мы не добираем. Если раньше яблочко висело 10 лет назад, и мы с него брали, скажем так, 6 миллиграммов железа, то сейчас мы единицу получаем, и это действительно, даже если он выращен у самой любимой бабушки на даче, это нужно понимать. Да, к сожалению, это идет, ну, такая экологическое бедствие пищевых масштабов, это так сейчас называется. Поэтому, естественно, питание по потребностям правильно, питание дробно, это мы сейчас будем спорить, можно 5 раз, можно 3, это опять фон, опять общий фон. Но человек интуитивно всегда, он хочет либо то, что хочет его микрофлора, либо то, от чего он зависит, например, от сладкого в осенних хандре. Вот этого нужно всегда воздерживаться. Еще раз, питание правильное, питание своевременное и питание грамотное. Для всех тех, кто входит в период обострения, особенно аутоиммунных заболеваний, существуют специальные диеты, иммунопатологические, там, например, палеодиета, диеты, кето-диеты, это сейчас все есть. А есть ли такой продукт, который действительно уже доказано, что он как-то вырабатывает что-то в организме? Конечно, но это фитонциды, это наши фитонциды, те, которые живут в нашем регионе. Пожалуйста, это чеснок, пожалуйста, это лук, пожалуйста, это хорен. А можно ли скушать чеснок на ночь? В среди дня его особо не скушаешь? Конечно. Можно? Сколько больше чеснока? Дольку, да. А с серым хлебушком? Это вообще... Гарбушечку можно, да? Боже мой, все, я поняла, плен, плен, гарбушечка. Все равно хотя бы зарпачиваться от сна. Конечно, конечно, мы должны успокоить свои системы внутри в любом случае. Есть еще какой-то продукт, который сейчас вот 8? Да, это мандарины. Мандарины, да, это продукт, не зря нам его всегда давали, он приходил у нас в определенном периоде. Опять-таки доказано, что витамин С, который в мандаринах, он максимально эффективно усваивается. Максимально и самая высокая противовирусная активность среди цитрусовых – это мандаринов. Поэтому их нужно просто правильно выбирать. Опять, лучше всего то, что живет у нас и растет, ну, хотя бы абхазские, а не так там оттуда, с Марокко. То есть мы должны понимать транспортировка, полезности, все остальное. И отдельно скажу витамины С. Вот это то, что в принципе сейчас, в период, когда мы все боимся заболеть, а уже некоторые прекрасно переболели, начальную акклиматизацию, витамин С должен быть всегда. Дозировка, она опять подбирается. Помним, стрессовая дозировка всегда высокая, это всегда 1000 миллиграммов. Дозировка та, которая дается на поддержание и на противовирусную активность – это 400-500 сутки. Поэтому не боимся, включаем свой в рацион, обязательно себя поддерживаем. Соответственно, питье, цитрусы и белковые компоненты, которые легко усваиваются. Например, авокадо и орешки. Горсточка, но ваша каждый день. Мария, а вот какие процедуры вы советуете делать осенью? Ну, это опять больше вопрос. Мы сейчас говорим об общем укреплении или исключительно косметологическом? Потому что для меня косметология, она неотъемлема опять от общего организма. Поэтому иногда, когда дамы, девушки, юноши приходят ко мне с запросом, мы вначале опять-таки изнутри их восстанавливаем, поддерживаем. И только на этом хорошем материале, пусть не обижается всегда, то есть мы понимаем, хорошие ткани, напитанный организм, правильный ответ на любую стимуляцию, мы готовимся. Сейчас тот период, когда абсолютно легитимна жалоба. Устал, переутомился, да, плохо себя чувствую, нет настроения, раздражен. Но, пожалуйста, все процедуры направлены на антиоксидантную активность. Пожалуйста, озонотерапия внутривенная, пожалуйста, влог, пожалуйста, транскраниальная электростимуляция. Это тест-терапия? Это тест-терапия, все, вы уже профессионал. Да, да, то есть это то, что в легком доступе, не только в нашей клинике, вы можете прийти по месту жительства, обратиться, попросить и поддержать себя. То есть в обычных государственных больницах тест-терапия тоже все это есть? Или это как-то по-другому называется? Нет, она, конечно, есть, но до нее трудно добраться, и не все обладают таким, скажем, там, парком правильных аппаратов физиотерапевтических. Получается, тест-терапия, что нужно нашим сейчас зрителям запомнить, влог-терапия, да? Да, влог, тест, озонотерапия, светотерапия, то, о чем мы говорили, да, то есть мы можем себе создать условия, не когда только мы дома или мы отдельно, но можем мы прийти, получить светотерапию, и здесь у нас уже будет, как поговорим, двойной эффект, потому что мы получим воздействие системного характера и местного характера, в зависимости от того, какой свет на лице, красная регенерация, синий противомикробный, зеленый лифодренажный, мы получим еще... Это же не разовая процедура, это курс? Это все, конечно, конечно, но любой курс, классический курс от 6 до 12 процедур, да, периодичность... Да, конечно, конечно, невозможно, не существует таких волшебных методик, когда... И нет такой волшебной таблетки, которую съел, и... Ну, к таблеткам сейчас совсем отдельное отношение, почему не говорю вообще о таблетированных формах, потому что, к сожалению, именно рецепторный аппарат человеческого организма, он сейчас максимально забит. Мы с детства пичкаем детей, чем только не пичкаем, себя чем только не пичкаем, самолечение это уже наш стандарт, реклама, как говорится, двигатель торговли, но не здоровье. Вот, поэтому, конечно, мы должны идти в обход привычных, и мы должны, наоборот, разгружать рецепторы. Вот это делает влог, да, например, это делает озонотерапия. А если мы говорим о лице, я вообще могу бесконечно разговаривать о том, что мы можем делать. Что мы можем делать, это же индивидуально. Да, абсолютно, я скажу просто, сейчас начинается удобная пора для жестких агрессивных методик. Солнца мало, планомерно все здесь, люди готовы сюда в себя вкладываться. Это действительно то время, когда легко предложить пациенту долгосрочные отношения, не в попыхах, а все разложить, и грамотно сделать. Абсолютно, абсолютно, да. Светлана, вот что бы вы сейчас пожелали нашим зрителям? Что бы я пожелала? Ну, я бы пожелала, наверное, даже если с вами случилась такая вещь, как осенняя хандра, не обострять на ней внимание, да, в режиме заботы о себе, выполняя какие-то, может быть, рекомендации, которые вам понравились, или какие-то другие вещи, которые вы можете найти, да, там, в том же интернете. Главное, не забывать получать удовольствие от жизни. На самом деле, осенняя хандра, это мне вообще никак не мешает. Согласна, Мария, что пожелаете вы? Ну, наверное, я скажу, что все-таки в здоровом теле здоровый дух, да, и абсолютно наоборот. То есть вот мне очень бы хотелось, чтобы наши слушатели и зрители максимально вынесли понимание того, что все настолько взаимосвязано, но абсолютно не критично. Нужно просто захотеть полюбить себя. Поэтому любите себя, будьте здоровы и счастливы. Я соглашаюсь с вами полностью. Прислушивайтесь к своему организму, любите себя, и все будет у всех хорошо. А с вами была Алла Дворецкова, мои прекрасные гости и передача о мелочах из жизни. Увидимся с вами в следующем эфире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok